У тебя есть проблемы? Поговорим об этом. Я знаю, что большая часть аудитории смотрит этот ролик без подписки, так что если баскетбол вам интересен, то почему бы не порадовать и себя, и авторов заодно. Берегитесь окружения, вас ждут шутки про белую спину, а для меня лично это день от счета до конца регулярки. 14 дней и наш марафон длиною в несколько месяцев подойдет к концу. Но это лишь начало новой истории. Отправляемся в Бруклин, где сегодня происходила схватка между Восточным и Западным побережьем с двумя командами, одна из которых все еще претендует на попадание в плей-офф, речь естественно о Лейкерс, которые попали в гущу событий в таблице и пытаются сохранять положение на девятой строчке. В январе команда уже встречалась и тогда Бруклин одержал победу. Получилось ли у Лейкера взять реванш? Давайте смотреть. Начало противостояния получилось страшно красивым. Для одних страшным, для других красивым. Я давно не видел таких безалаберных первых четвертей от команды, ведь Бруклин не смогли забить абсолютно ничего почти первые 7 минут игры, а счет был уже 17-0, когда первый бросок наконец залетел у Ника Клэкстона. Пишите в комментариях, когда вы помните подобный случай. Причем речь не сколько о хорошей защите Лейкерс, сколько о бездарном нападении Бруклина. В итоге 19% попаданий все сказали сами за себя. Далее, после отжиманий на бровях, Несс чуть ожили и начали попадать, повысив процент забитых мячей во второй четверти до 54-х. Однако Лейкерс были куда лучше и забили более 70% попаданий и снова забрали четверть. Вторая половина получилась куда более богатой для Бруклина, особенно третья четверть и по совместительству единственная, которую они показали лучше, чем Лейкерс, где они смотрелись очень здорово, ведь у подопечных Дэрина Хэма нашлось 11 причин потерять мяч за четверть, чем и пользовались хозяева паркета. А вот в четвертой четверти началась перестрелка между Кэмом Томасом и Леброном Джеймсом. Трешка за трешкой. И, казалось бы, вот та интрига от Несс, которую все ждали, но не тут-то было. Знаете, Леброн вошел в чат в 2003 году и так не вышел оттуда. Нагрузил 40 очков за матч и почти побил свой рекорд по дальним попыткам. Однако, увы, вновь лишь добрался до отметки с девятью попаданиями. Но зато как? Всего лишь с одним промахом. Приз зрительских симпатий точно достается ему. Далее попытки Несс были тщетны, и они уступили матч со счетом 116-104. По статистике можно выделить многих, но особенно ярким является Джеймс, у которого 40 очков, 7 подборов и 5 передач. Ну и, конечно же, 9 из 10 трехочковых попаданий. Браво! Но мы отправляемся дальше. Постоянный партнер нашего проекта и этого обзора – баскетбольный магазин PutBasket. Нужны кроссовки, джерси или просто повседневная одежда с логой любимой команды? Тебе сюда. Быстрая доставка, топовое качество, ассортимент шире, чем в NBA Store. Ну что еще нужно для счастья? Ныряй скорее по ссылке в описании, тем более, что с провокодом NBA24 на 300 рублей покупки будут еще приятнее. Все надежды на этого парня. Пугающий вывод? А что поделать, если Кайло Кузму беспокоит пятка? Последний матч – Хит и Уизард в сезоне. Еще до перерыва Майами взяли Вашингтон за грудки. Сначала подкинули столичным наживку, показав свою расхлябанность на контроле мечом и защитных действиях, а позже запустили длительный рывок 24-7. Мало-помалу и Уизардс наколдовывали свои очки. Тот же Авдия мог забивать из уникальных ситуаций, но общая атакующая идентичность не позволяла гарантировать тебе надежного хода встречи. На то есть несколько факторов. Невозможность остановить того же самого Бэма Адебайо в краске. Семь трехочковых хит в первой половине и просто издевательский перевес в штрафных попытках. 29 раз баскетболисты Майами оказались на линии. Атака же хозяев особенно тяжеловесно выглядела в третьей четверти. Хит нередко форсировали свой темп, могли позволить броски вопреки. Уизардс с трудом пробивает 21 очко. Скучно стало и Джимми Баттлеру. Какой-нибудь до фейдувей забросить он был обязан. Сегодня у него 17 очков, но лучшим же в количестве набранных баллов выступил Терри Розьер. Терри Розьер упрыгивал от своих оппонентов на перформанс в 27 очков с Керри. Майами сыграет с тремя командами, борющимися за место в плей-офф Востока в следующих четырех играх. Там-то многое и решится. А пока Вашингтон испытывает бэкетовскую безнадегу, хит добывают гостевую победу. Многое в цифрах уже обсудили. Смотрим на главные показатели стартеров Майами хит. Ну а заодно и схватку Баттлеров. Да-да, у Вашингтона есть свой. Битва Титанов. Сакраменто Кингс принимали Юту Джаз. Короли уже дважды одолевали Юту в этом сезоне, который в свою очередь ни на что не претендует, кроме как на рыбалку. А вот Сакраменто без Хертера и Монка все еще в гонке за плей-офф. Пока Джаз проигрывают подряд 8 игр. Как Вы понимаете, этот матч был небогат на защитные действия и большая часть зрителей полагали, что тут будет набрано очень много очков. Первая четверть смотрелась ровно, небольшое отставание Юты держало интригу в матче. Во втором же отрезке тенденция продолжалась. Сакраменто периодами даже хуже бросали по кольцу и уже к половине матча счет был 52-56. А вот дальше началось самое интересное. Сакраменто забили 8 трехочковых в третьей четверти и, вдавив педаль газа в пол, убежали до плюс 20, с чем Юта не смогла справиться, так и догоняв Кингс до конца матча. В итоге у королей за матч 20 трехочковых, выигранный начисто подбор и 34 результативных передачи, что в общем-то и привело к победе со счетом 127-106. Лучшие игроки матча на ваших экранах, однако отдельно отмечу Дамантос Сабонису, у которого 57 дабл-даблов подряд. Сегодня в его активе 17 очков и 11 подборов. Ранним матчем на паркете нас уже ждали Денвер и Кливленд. В ноябре Кавс разгромили действующих чемпионов. Никола Йокич вас запомнил. Он не злопамятный, нет, всего лишь монументальный игрок поколения. И пока Джамал Мюррей восстанавливался в лазарете, Реджи Джексон очень достойно заменял его. Разыгрывающий отвечал за скоринг, серп за результат. Говорю эти данные, основываясь на графу плюс-минус матча. Эффективность 37 у местного горного MVP. 6 трехочковых из 8 от наггет за вторую четверть и общая доминация на подборах небывалого характера. К концу встречи у хозяев был 51 отскок, в то время как Кавалер забрали щит лишь 28 раз. Наггетс буквально могли пешком размотать соперника. Аарон Гордон при этом притаивался и продолжал летать. Мы буквально сейчас смотрим повторение одного и того же плейбука. Вот только Бикерстав среагировать не может. 21 дальняя попытка к финальной сирене на 8 у северо-восточных соперников. Глаза на затылке у Йокича. Это нечестные правила игры. Конечно же, ответный разгром Денвера. Разобивался Кентавиус. 22 очка двухкратного чемпиона. А Кливленду очень не хватило Донована Митчелла. 13 очков и 3 из 12 с игры. Карланд также испытал проблемы с релизом. 2 из 8 и 5 очков при 7 передачах. Ну а Никола собирает свой 22-й трипл-дабл в этом сезоне. Хьюстон идет на серии из 11 побед. И почти догнали Голден Стейт в зоне плей-ин. Но тут приходит Донщич к Джейлену Грину и спрашивает. Ты прям сейчас это хочешь? Ну когда? Почему бы не сейчас? Ну давай. Ну ладно. Самое время. Самое время, чтобы игра Далласа Хьюстон превратилась в шоу имени Луки Мэджика. Только в первой четверти Донщич набрал 22 очка. Если мы говорим о первой половине, то тут Донщич уже серьезно подготовил местную публику, набрав 32. Реализовав 6 из 10 трех очковых бросков, а Мавс повели к большому перерыву со счетом 66-45. Третья четверть. И тут он делал с ними все, что хотел. Ну а после этого невероятного броска Джейлен Грин был удовлетворен сполна. 35 минут за приятным делом. Лука, вот это ты машина. 47 очков, 12 подборов. Так и хочется процитировать гениального философа. Хьюстон, выходи играть. Хьюстон. Ковбой из Далласа реализовали рекордные в сезоне 24 трех очковых с процентом 51. Карри Ирвинг добавил 24 очка, а Маверикс одержали седьмую победу подряд и прервали 11-матчевую победную серию Ракет. 125-107, ну а по Хьюстон Рокет скажем следующее. Джабари Смит, младший, набрал 28 очков, Арон Холлидей добавил 16. Также стоит упомянуть о проклятии отличника Джейлена Грина. Во всех трех играх против Маверикс Зеленый реализовал лишь 5 попыток с игры. 15 из 43 за три встречи. Магии или нет, решать вам в комментариях. Их двоих часто сравнивают с Джорданом. Один похож механикой броска и командой, другой своим стилем игры. Домашняя площадка Миннесоты, вторая очная встреча клубов в этом сезоне. Чего мы логично ждем от Тимбервуллс в матче? Больше Энтони Эдвардса, ведь он сам себе хозяин в этом ростере. Но все пьянящие взгляды уходят на другую личность. Каруза в первой четверти забивает 4 дальних броска. 65% с игры Чикаго и лидерство в плюс 10. А здесь еще и Драмонт увековечил лидерство гостей. Олдскульно, мощно. Большим буллс было, что сказать, во второй четверти, особенно когда Насрид решает бежать с буллхендлером. Миннесота сократила преимущество до 6 серии 12-2, но в то же время Демар де Розен зарабатывает 9 очков за последние 3 минуты. Нет, все же нападение города ветров слишком обжигающе горячим принесло в Миннеаполис. Крис Финч же гневался на нерасторопность своих оловянных солдатиков при действиях на мяче. На счету Эдвардса 6 из 14 командных потерь, но на то они и лидеры Запада, чтобы даже в трудных играх переламывать ход встреч. Миннесота отставала на целых 16 очков в третьей четверти, и каково же было наше удивление, когда хозяева таргет-центра вышли вперед. Растеряли, упустили Чикаго, ничего подобного, всегда есть клач-фактор Демара, а сегодня еще и три фактор Каруза, забившего рекордные в сезоне 7-3. И это при пяти перехватах и опеке главной опции волков. Кладчивый рывок 13-2, единственные очки в пятиминутке набирает Энтони Эдвардс, а быки побеждают в гостях. Итоговые 52% с поля, 58% с периметра, абсолютно заслуженный результат, бокс-скор. Алекс сегодня был незабываемым, Эдвардс же боролся с потерями. Ну а главным скорором всей встречи стал Демар Дерозен, 27 очков и 8 передач. Очередной матч, где одним нужна победа как воздух, а другие им не дышат, но испортить его могут. Деца от Поповича может обойти портнер в турнирной таблице, а вообще непонятно зачем им это. Вечные контендеры из Сан-Франциско приехали в Техас. После легкого лидерства от гостей шпоры рванули на 13-0 и долгое время еще не отказывались вести в счете, благодаря дальним попыткам. Воины проигрывали, но дальше 13 очков не отпускали пацанов сходишки. Со скамейки хорошо вышел Муди, зарядивший издали разок-другой, подземский цепляющийся за любой отскок после промахов и летающая строительная перчатка по паркету Пейтон. Вся скамейка воинов сыграла хорошо. Периодические трудности ГСВ в атаке вынуждали Дреймонда Грина все чаще поднимать голову на кольцо, чтобы бросить. Плюс 8 после половины у Сан-Антонио. А вот после перерыва что-то надломилось в юнцах из Техаса. Они не могли 5 минут ничего забить в ладушке. Но ведь ГСВ не фоткаться пришли и забрали с полки, что плохо лежит. Лидерство подвез элитный курьер Мишка Дрей. Его диктярные 5 потерь наверняка замазали медовыми 6-ю перехватами. Третий матч в сезоне с минимум 20 очками для Грина, 11 передач, 6 подборов и единственный промах с игры. Витя Бамбаняма пока скромничал, но свой омнислэш он раскрыл самый нужный тайминг. После проваленной третьей четверти шпоры, которые играли без Васела, Джонсона, Барл, Сохона и даже Пистолетова, собрались, нарядились, подтянулись и стали играть баскетбуль. Виктор Владимирович после незабываемой ночи с Нью-Йорком набрал 18 очков за последнюю четверть. 32 за матч, но круче френчмена был лишь он. Тепан Кореев. Убийца с лицом ребенка зарядил 7 раз издали на любой вкус, добавив 33 очка. Но, 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 победное попадание на счету скромняги парня Клея. Эх, что бы вы делали эти ваши сплошь и рядом Бразерс Компани без Дэй Дэя. Респект, Дэй Дэй. За всеми этими попаданиями стоит он, Сидх из Сан-Франциско, похоронивший не один поединок, причем в разные стороны. Победа ГСВ 117-113. Виктору Буманьями, который набрал 32 очка, 9 подборов, 5 передач, 4 перехвата и 3 блокшота, не хватило лишь одного перехвата и двух блоков до 5x5. Рекордные 15 перехватов в сезоне от ГСВ, проигранный щит и куча потерь не перевесили хороший процент сыгры ГСВ. Всегда бы так играла скамейка, тем более без Куминги. Правильный свитшот для возвращения в родную обитель. Кайл Лаури в Канаде, но в составе Филадельфии Сиксерс. Опытный разыгрывающий остается сегодня без Макси. Тайрис пропускал поединок из-за дискомфорта в левом бедре. Что же, ладно, тогда функции скоринга упадут на плечи Келли Убре, уже в первой четверти забившего 10 очков. Хотя и у самого Лаури еще есть порох, сами знаете где. Дуга сегодня принудительно досталась Филадельфии. Задав темп семью дальними бросками, мы понимали, что-то грядет. А это оказывается на горизонте рекорд франшизы 24 трехочковых команды Ника Нерса. Какой проныра Гэри Трент? Розиня Мобамба пропускает быстрый отрыв Торонто. Гэри закончил домашнюю встречу с 23 очками, а Келли медленно, но верно шел к рекорду сезона. Базорная конфетка, шипучка, так скажем. Шесть бросков издали, 32 очка. Такой Убре абсолютно в любую команду встанет, как в литой. Наверное, это тот матч, где сложно упрекнуть ротацию Торонто. Они и сами неплохо бросали. 52% с игры для этого костяка отличный результат, но 11 трехочковых совсем не ровня показателем Филы. Кэй Лаури закрывает гештальт дабл-дабл, 11 очков и 10 передача. Кэмпейн добивает динозавра в 14 очков в четвертой четверти. Но хоть чем-то должны были порадовать Торонто домашних болельщиков. Итоговый счет 135-120, гостевая победа Филадельфии. Почти всех героев и так отметили, но посмотрим на показатели скамейки гостей. Здесь и 19 от Батюма с семью из восьми с игры и также 13 очков Бадди Хилда. Шарлот Хорнадс 11 матчей подряд не может обыграть Клиперс в регулярке. Как думаете, получилось ли в этот раз? Пару секунд вам на размышления. Правильный ответ в конце короткого обзора матча, где Пол Джордж реализовал 8 трехочковых и оформил сизон, хай набрав 41 очко. Ну ладно, поверить в то, что у паростников играл один Пиджи 13 сложно. Ну а если мало Мальски помочь яркому перформансу Джорджа, то вывод по матчу напрашивается сам собой. Девица Зуба с дабл-дабл из 24 очков и 12 подборов, да и 66-55 после первой половины должны были успокоить подопечных Тайрон и Лю, который, кстати говоря, был недоволен защитой своих парней. Ну действительно, сложно с ним не согласиться. Пустить 33 очка от Бриджиса, 22 очка от Миллера, который, как маленькая девочка, радовался после матча обмену Джорджаками со своим кумиром Полом Джорджем. Да и в целом, 118 очков от Шершней – это не то, что ты хочешь получать перед стартом плей-офф. Работа над ошибками будет проделана, я в этом уверен, но пока мы наблюдаем 130-118, пятая выездная победа подряд для темной лошадки предстоящего постсизона. Немного статистики на ваших экранах, давайте на этом долго задерживаться не будем, едем дальше, друзья. Самая интересная вывеска дня – Нью-Йорк принимает дома Оклахому, там, наконец, вернулся в строй Шей, а значит, станет вдвойне конструктивно. Прости, Джош Гиди, не быть тебе больше героем обложек, сегодня на первой полосе напишут о других парнях. Хотя, может быть, зря. Идеология первой четверти не обещала зрелище. На двоих команды набрали лишь 39 очков, свыше 30% за тот отрезок не попала ни одна из сторон. Зато вселяющий ужас хассел окутывал нас холодной мантией, ведь коллективы не отпускали друг друга, и в МСГ чувствовался накал плей-офф. На перерыв Оклахома ушла лидерами, победный бросок второй четверти для Джейлина Уильямса. Нью-Йорк открывает третью четверть рывком 14-5, Брансон в этом отрезке набирает 8 очков. Особенно горяч Джейлин был на трехочковой дистанции. Как и в Синикс, 6 из 12 с периметра для Никербокеров, но один момент должен был успокоить всех на арене. Джейлин сменил игровую парадигму, рефлексируя Нью-Йорк. За три минуты последней четверти Тандер сотворяют обратный рывок 15-5. Теперь это матч немыслимых масштабов, а про Гиди на старте мы упоминали не зря. У него не просто 12 очков за четвертую четверть, но и третий трипл-дабл в карьере против Никс. Брансон же тем временем сравнивает счет в клатче. И соревновался там он этой ночью не с шеем. Джейлин Уильямс принял эту дуэль, набрав в игре 33 очка. Майлс Макбрайт цепляется за место в старте и сокращает до одного владения. Принципиальная изоляция Джейлина против Джейлина. Уильямс оказывается сильнее, а в обратную сторону испанский пик-н-ролл Оклахомы, где не успевает спасти Холмгрен. Четыре секунды до конца, минус один, шей забивает свою попытку. Но будет рычаг давления Нью-Йорка, мяч водится под Брансона. Промах. Досадно, но это было очень и очень интересно. Брансон все равно собирает 30 очков. Два дабл-дабла также у Никс. Айзея Хартенштайн и Джош Харт. Вот такой получилась главная игра дня. Новая неделя. Решающая неделя. Столько жарких матчей еще впереди. Ван Гоговский сумрак не дает увидеть, кто же в итоге окажется в плей-офф 2024. Зато в этом вам поможет канал All About NBA. Не забудь прокликать кнопку лайка, прозвонить в колокол и открыть наши социальные сети для просмотра прямых эфиров Национальной Баскетбольной Ассоциации. Прощается Скорборд. Счастливо!